привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и на нашем канале это будет уже второй ролик о движении магнитного шарика по вращающейся стальной спицы а в нашей возникшей коллаборации с игорем белецким этот ролик будет четвертым первый ролик снял игорь показал в нем весьма любопытные опыты я эти опыты прокомментировал игорь ответил на мой комментарий и показал еще кое-какие опыты а я хочу сегодня обсудить один из его новых опытов ну потому что как мне представляется мы можем разобраться как работают негалономные связи в механике и этот опыт как раз для этого отлично подходит и с этой целью я собрал вот такую не хитрую установку здесь имеется стальная спица диаметром 5 миллиметров которые могу вращать с помощью рукоятки а еще у меня имеется шарообразный магнит из предыдущего ролика которому прикреплено какое-то количество цилиндрических магнитов для утяжеления чтобы магнит висел под спицей даже когда я буду эту спицу в таком наклонном положении вращать и вот я вращаю рукоятку а шарик как мы видим перемещается вверх по спице если я вращаю рукоятку в другую сторону шарик точно также перемещается вверх по спице ну и для того чтобы увидеть еще кое-что я возьму и к этому шарику прикреплю снизу вот такую планочку из пенопласта и смотрите когда я вращаю рукоятку вся эта система перемещаясь вверх вращается одновременно вокруг вертикальной оси когда я вращаю рукоятку в другую сторону шарик с подвешенными к магнитами тоже вращается в другую сторону давайте посмотрим на это еще раз меняем направление вращения и направление вращения меняется у подвешенных магнитов тоже а теперь будет очень полезно посмотреть что происходит когда ось установлена горизонтально ну понятно что теперь у нас нет выделенного направления вправо или влево и шарик скорее всего должен просто оставаться неподвижным на месте я кручу рукоятку действительно он никуда не двигается но правда если меняет направление то какие-то небольшие подвижки происходят а дальше шарик висит и не сдвигается но давайте посмотрим на этот же шарик не сбоку а сверху что с ним происходит сейчас шарик с грузами висит прямо под спицей но я начинаю вращать спицу с помощью рукоятки и шарик смещается в ту сторону куда его сдвигает нижняя сторона спицы вращая в другую сторону и шарик тоже смещается в противоположную сторону но и видно что он во первых смещается во вторых еще и вся система грузов наклоняется давайте еще раз сменим направление движения в целом шарик никуда не движется но иногда совершает пол оборота при переключении направлении вращения и понятно что нечто подобное вот такое смещение должно происходить и в том случае когда спица не горизонтально а имеет некоторый наклон и вот я придал я этот наклон и мы видим медленно вращая спицу что шарик смещается и проворачивается смещается в сторону и проворачивается если мы будем вращать спицу в другую сторону то он и смещаться будет другую сторону и проворачиваться в другом направлении и теперь я могу перейти собственно к объяснению явления по сути дела повторяя свои рассуждения из предыдущего ролика но с уже более глубоким пониманием и как мне представляется более внятным объяснением вот здесь у меня нарисована система вид сверху спица а под спицей висит шарик сейчас спица не наклонная и не вращается магнитный полюс один из магнитных полюсов шарика находится непосредственно под спицей а другой там внизу на противоположной стороне и пусть теперь спица начинает вращаться мы знаем что при этом происходит на шарик со стороны спицы действует сила трения и она выталкивает шарик в сторону полюс магнита оказывается в стороне ну потому что у меня под шариком висит тяжелый груз и он не дает шарику развернуться следующий ход мы наклоняем спицу так что вот эта сторона становится выше а вот это ниже и в этом положении у нас есть еще одно отклонение шарика с грузами такое что полюс теперь нам будет виден не по центру круга а несколько смещенным вот сюда верхнюю сторону а точка касания у меня остается вот здесь и за счет наличия вот такого уклона шарик стремится провернуться относительно вот этой точки раз и уйти полюсом под спицу и более того теперь у меня полюс касается на какое-то мгновение спицы и там еще возможен проворот на пол оборота или даже больше на оборот на полтора оборота по инерции так что шарик как мы видели мы смещается и раз так прокручивается ну а дальше вся механика повторяется снова и тут кто-то может спросить а зачем они это столько раз повторяют неужели все давно уже не понятно ну знаете кому-то понятно а кому-то нет инерция мышления велика новые идеи зачастую усваиваются не сразу если посмотреть на комментарии многие люди все еще думают что здесь важную роль играют токи фуко некоторые даже говорят про магнитное поле земли какое магнитное поле земли здесь поле порядка тысячи гаусс а магнитное поле земли меньше одного гауса даже сравнивать нечего и тем не менее вот необходимо переубеждать с другой стороны ну просто приятно с игорем поработать в сотрудничестве у него есть свои мысли объяснения что-то он умеет делать лучше нас что-то мы наверное умеем делать лучше ну и в таком сотрудничестве открываются разные новые стороны придумываются новые более внятные постановки опытов вообще чем больше мы будем сотрудничать друг с другом тем будет на мой взгляд лучше и лучше ну а под конец надо сказать что игорь белецкий показывал еще разные опыты с цилиндрическими магнитами я их здесь объяснять не стал надо оставить место и для ваших размышлений ну а в общем в целом свои соображения по поводу того что здесь происходит по поводу этого опыта других вы как всегда можете оставлять в комментариях к этому ролику на youtube